ну что я приветствую трейдеров с вами аркадий романович в этом видео расскажу как мы вчера сделали с трейдерами 6 сделок в плюс 1 в минус и того 1530 долларов профита на основе понятной пошаговой торговой системы и сейчас я вам покажу весь этот алгоритм применяя который вы сможете зарабатывать на любом рынке и любом таймфрейме пойдем к нашим графиком начнем золото скриншота сделок я присылал в telegram и также записывал видео с живой торговлей где вы можете тоже посмотреть увидеть все сделки ссылку оставлю под этим роликом пойдем к вчерашней ситуации вчера было очень много сигналов я вам хочу показать ваш типичный торговый день и торговый процесс который вам предстоит если вы будете использовать эти простые понятные алгоритмы итак начнем мы золото вчера я продал золото скриншот telegram посмотрите вот здесь это отметка 2508 это время 1630 по москве как раз самый разгар торгового дня и сейчас мы пошагово разберем что включает эта сделка что конкретно должно быть что нужно убедить на графике прямо пошагово поэтапно так первое чего начинается любая моя сделка она начинается с а сигнал триггер сигнал триггер это такой сигнал который скажем так такое даже звуковое уведомление которое отсеивает шум и твое внимание приковывает к тому рынку к тому графику где у тебя наибольшие шансы заработать здесь сейчас очень очень важно потому что большинство трейдеров проводят время у экрана пытаясь где-то что-то уловить поймать какое-то движение прыгают с таймфрейм на таймфрейм анализирует просто рынок но точности своевременности входа в рынок у них нет поэтому сигнал триггер позволяет сразу направить внимание нужное русло 1 сигнал триггер второе сейчас я все распишу что за сигнал тригер сейчас сначала по общей схеме то есть мы отсеяли шум пришли к золоту например или там к фунту или к акции валюте и вообще неважно к любому рынку сигнал триггер произошел дальше мы идем мы смотрим на структуру структура то есть второе это структура если мы говорим что у нас сигнал на цел то сигнал триггер то мы смотрим на структуру ключевые уровни поддержки сопротивления если насел то сопротивление если на бай то поддержка структура это второе третье третье это подтверждение 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 то есть возле структуры возле структуры возле ключевой зоны После сигнала триггера, основного сигнала, который, скажем так, уже дает нам примерно 60-70% вероятности того, что мы заработаем деньги. И подтверждение уточняет, детализирует вход в рынок, помогает нам войти насколько это точно, насколько возможно. И таким образом отсеивает еще убыточные сделки, потому что подтверждение это дополнительная информация, дополнительное поведение цены, я вам тоже сейчас это все покажу, которая указывает на то, что рынок пойдет в нашу сторону. И при совпадении вот этих трех критериев, трех условий, вы будете делать от 5 до 50% профита в месяц, в зависимости от вашего объема, от депозита и от рынка, в который вы торгуете. Но в целом это можно применять абсолютно на любом рынке. Акции, валюты, фьючерсы, крипта. Понятно, где-то больше движения, где-то меньше движения. Но в целом вот такие значения. Теперь давайте подробно разберем, что означает каждый из этих пунктов. Пункт первый. Первое. Сигнал-треггер это сигнал моего осциллятора SmartOS. Осциллятор это самая топовая моя разработка. В 2023 году я ее, скажем так, довел до ума, потому что до этого 5 примерно лет она была в разработке, в оптимизации, в доработке. Ну, в общем, такой был процесс пусконаладочный. И в 2023 году я уже все, пришел к конкретному решению, как это должно визуально выглядеть, чтобы давать очень точные своевременные сигналы. И так появился смарт-осциллятор. То есть вот эта гистограмма, которая вы видите внизу, красного и зеленого цветов. Соответственно, когда красный столбик туда вниз уходит до уровня, скажем, минус 90, это почти предельный уровень, или зеленый столбик до уровня плюс 90, мы говорим о том, что мы находимся у поворотной точки, у поворотной зоны. И рынок может обвалиться либо вырасти, ну, в зависимости от того, какая гистограмма. Если красная, то вырасти, если зеленая, то упасть. И вот смотрите, что происходит. То есть сигнал-триггер – это смарт-осциллятор, если мы говорим на sell, ниже, точнее выше 90. То есть первое условие – смарт-осциллятор выше 90. То есть зеленая гистограмма выше 90. Вот здесь мы это отчетливо видим. Это сигнал-триггер. Дальше – структура. Теперь, если смарт-осциллятор выше 90, то мы смотрим на что? На ключевой уровень сопротивления. Уровень сопротивления. На графике мы его видим как красный прямоугольник и синий. Красное сопротивление, да, синий – поддержка. Уровень сопротивления. И вот здесь, если мы обратим внимание, смотрите сюда. Вот сюда. Вот мы видим здесь столбик выше 90, да. Смотрим сразу налево. Уровень, да. Столбик выше 90, уровень слева. Столбик выше 90, уровень слева. Это критически важная информация. И вот здесь мы говорим, что если, да, то есть это все мы скрепляем модель мышления «если», «тогда». То есть, если смарт-осциллятор выше 90, тогда что я делаю? Какая информация дальше? То есть, какое здесь записано у меня событие, действие, которое я должен совершить. Если этого нет, ты будешь действовать на основе чувств, ощущений своих, как сейчас, собственно, торгуешь. Уровень сопротивления я должен увидеть. Смотрю налево. Он всегда будет или не будет на графике. То есть, здесь не может быть, я не знаю, я либо его вижу слева, либо нет. Я вижу вот этот уровень слева, да. Вот именно вот этот уровень, вот он тянется. Не вот этот, который сюда вправо уходит. Это его не было, не могло быть тогда. Уровень слева нас интересует. Есть. Два. Дальше идем. Подтверждение. Теперь в этой зоне мы ждем подтверждения, то есть определенный ценовой паттерн. Определенное поведение цены, которое указывает на sell. То есть поведение цены, паттерн конкретный. Или еще называют price action. Price action. Но по нашему паттерн, поведение цены. Все. Когда все эти критерии есть, мы входим в рынок на sell. Идем дальше, к следующим сигналам. И один из самых топовых, вчера был по нефтяному рынку, сигнал на продажу. В районе, это было около 6 часов вечера, в районе круглого значения 75. Давайте это разберем. Итак, первое. Smart oscillator на максимум. Да или нет, вы это видите? Да. Я это вижу? Да. Можно это как-то по-другому интерпретировать? Нет. То есть в этом еще и заложен психологический смысл. То, что вот здесь у тебя есть информация запрограммированная. Что делать дальше? То есть, какое следующее твое действие я вижу? Это означает, например, если я вижу, что мой осциллятор выше 90, это означает sell. Что дальше? Какая команда мозгу? Куда посмотреть? Какую команду мозг должен отдать? Посмотреть на ключевой уровень. Если слева ключевой уровень, на тот момент здесь был минимум предыдущего дня. И вы можете это посмотреть сами. Минимум предыдущего дня был 75. Ровно. Подтверждение на вход sell. Просто идеальная сделка. Более того, на момент входа в рынок, рынок уже был в медвежьей фазе. Видите, да? На рынке уже наблюдался моментум. И вот эта продажа, вот, кстати, уровень мы видим слева. Эта продажа просто идеальна на фоне вот этого нисходящего моментума. Очень-очень точный вход в рынок. Идем дальше. Следующая сделка. Фунт-доллар. Фунт-доллар. Примерно в одно и то же время все это было. Какая разница, да? У нас же идеальные входы в рынок. Мы их сейчас разбираем с вами. Вот, смотрите. В 17.35 примерно приходит сигнал на sell по фунт-доллару. Осциллятор, зеленый столбик выше 90. Да. То есть, обрати внимание, монотонный, четкий, пошаговый. Процесс. И главное, понятный. Его легко воспринимаете. Ему легко следовать. Осциллятор на максимум. То есть, ты отсеял шум. Сразу понимаешь, что здесь сейчас, в это время, надо торговать валютную пару фунт-доллар. Почему? Ну, потому что здесь наибольшие шансы забрать профит. Осциллятор на максимум. Раз. Смотрим налево. Красный уровень сопротивления 2. Подтверждение 3. Sell. Фунт-доллар. Молниеносная реакция. Вот вчера был день вот этого сигнала поворотного. Посмотрим на вот этот алгоритм, который называется Smart Scanner. Это сканер сделок, который берет вот этот сигнал-триггер. То есть, он берет вот этот сигнал-триггер. И смотрит его на всех рынках, уже с готовыми фильтрами, на всех рынках, которые вот здесь у вас в обзоре есть. То есть, здесь сейчас идет мониторинг вот этих поворотных зон. И когда приходит сигнал, вы это слышите, вы это видите в таблице и нажимаете просто на кнопку и сразу попадаете на этот график. Например, DAX, там фунт-иенов, фунт-доллар, доллар-канадец. И все. И там уже идете по формуле. Появился сигнал. Смотрим на уровень подтверждения. Заходим в сделку. Вот так должен выглядеть настоящий торговый процесс. Без лишней информации. Без сложных каких-то, скажем так, формул или там из-за расчетов, анализа и так далее. При том, что здесь мы анализируем и учитываем сразу три таймфрейма. Казалось бы, мы ничего не сделали, сигнал, структура, подтверждение. Но мы анализируем три таймфрейма на самом деле. Вот в этих трех пунктах заложено три таймфрейма. Сигнал-триггер идет со старшего таймфрейма. То есть гистограмма здесь, которая стоит, она стоит не на текущем. То есть она работает. Она работает на пятиминутном графике. А я при этом нахожусь на минутке. То есть сюда на минутку стекается информация с другого таймфрейма. То есть сигнал-триггер на пятиминутке. Структура на тридцати минутке. Потому что вот эти красные уровни и синие, они с тридцати минутки. Вы видите, здесь написано RSM30. И подтверждение с рабочего графика. То есть вы представляете, насколько в одной вот этой формуле три слова. Сигнал, структура и подтверждение, да, заложена вся система поворотной торговли. И одна из причин, почему вы сливаете и, скорее всего, будете продолжать терять деньги в трейдинге, то, что у вас нет вот этой четкой, понятной модели поведения. У вас, возможно, есть какой-то набор знаний и правил, но они не упорядочены. Это раз. Второе, они противоречат друг другу. Их очень много. И, ну, откровенно говоря, не факт, что они работают вместе, если вы их пытаетесь как-то сконнектить, соединить. И что самое крутое, ты это можешь делать на любом таймфрейме. Вот, например, вот эта формула прописана общая. И мы говорим, что здесь у нас, например, если у нас рабочая минутка, скажем, вот здесь M1, да, рабочий, то получается сигнал-триггер идет с M5. Структура M30. И подтверждение у нас идет M1, да, рабочий график. Если мы торгуем, например, на другом таймфрейме, не M1, да, скажем, наш рабочий, ну, пусть будет, я не знаю, H1. Тогда здесь сигнал-триггер будет с H4, структура будет с H4, и подтверждение будет с H1. То есть мы будем использовать также старший таймфрейм, только другие таймфреймы. Все. И как это делать, мы просто меняем уровни. Мы просто здесь в настройках заходим, меняем место 5-ти минутки, ставим H4, бум, все. Ну, естественно, здесь переходим на часовой график. Ну, давайте это сделаем. Вот здесь я поставлю H4, нажиму ОК. Сейчас гистограмма исчезнет, потому что мы не используем 4-часовый график на минутке, да, это не глупо совершенно. Приходим здесь на M1. Сейчас появится гистограмма. Теперь нам нужно сюда добавить уровни. Идем в список уровней. Я показываю на случай, если его позиционный трейдер, у вас нет времени торгать на 3 дня, не проблема. То же самое будет там. Так, и здесь мы поставим еще дополнительно 4-часовой уровень. H4. Видите, вот 4 часа. Все. Я поставил, сейчас появятся уровни для нашего часа графика. Все. И теперь мы спокойненько любой график возьмем, ну, например, там, золото, да, или за какую-нибудь какую-нибудь валюту. Все равно. Сейчас опереду на час. И мы посмотрим, где у нас есть здесь экстремальные значения осциллятора, которые совпадают с ключевым уровнем. Ну, вот здесь, например, осциллятор на максимуме, смотри налево, уровень, да. Осциллятор на минимуме, смотри налево, уровень, да. И все. Вот весь свой торговый процесс. Но вот эти два критерия, они, во-первых, отсеивают весь мусор. Они фокусируют твое внимание на самом важном и помогают тебе, что самое важное, измерить это потом. То есть в любой момент, в конце дня, можешь там 10 минут посвятить, вот просто взять сигнал и еще раз пробежаться, посмотреть, где ты мог, возможно, лучше действовать. То есть реально проанализировать то, что возможно проанализировать. Не только свои, как бы там, я здесь вроде вошел, здесь выше, а конкретно, то есть ты видишь котировку, ты можешь сделать скрин, ты можешь это репетировать, ты можешь это повторить, и только так ты изменишь свою торговлю и начнешь зарабатывать деньги. Нет другого способа, кроме вот, именно вот такого пошагово-системного подхода. Давайте пойдем к следующим сигналам и разберем. Я сейчас перейду на свой шаблон, рабочий, минутный. Я торгую интродэй, но я говорю, вы можете на любом таймфрейме торговать, не имеет значения. Причем, вчера по золоту были очень агрессивные сигналы в обратную сторону, да, не на сел, я торговал только здесь на сел, а был еще здесь, здесь, то есть смотри вниз, смотри вниз, можно здесь купить? Нет. Можно здесь купить? Нет. Можно здесь продать? Да. То есть ты не должен смотреть на то, что отработал, почему я здесь не купил, или надо было здесь купить? Нет, нет, ты смотришь, опять 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, идем к следующим рынкам. Так, крипта, крипта поспокойнее, вчера было, я вчера не торговал крипту, давайте глянем, было ли что-то, потому что на радаре я не видел криптовалюту вчера. Нет, вчера не было, ну, собственно говоря, поэтому я не видел. Так, да, поэтому я не видел. Так, фунт-иена, евро-доллар. Евро я вчера не торговал, но, видимо, там параллельно с фунтом были сигналы на разворотную эти глянем. Возможно, я ошибаюсь, нет, я не ошибаюсь, вот, в то же время, что и фунт-доллар был евро-доллар. Здесь, асседра на максимуме, да, смотри налево, уровень, да, подтверждение не до конца, но, так как это сделка с трендом, это агрессивный вход на сел. Самое главное, два критерия, осциллятор, уровень, осциллятор, уровень, осциллятор, уровень, осциллятор, уровень. здесь заложено три таймфрейма, еще раз, пятиминутка, М30, как говорят, стратегия, три экрана, да, но мы это делаем, чтобы объединить информацию с разных таймфреймов и получить достоверные данные и надежные данные о том, куда пойдет цена, и вы то же самое можете делать каждый день на своих рынках, каждый день повторять, следовать этому процессу. То же самое на рынке акций, тем более, если вы торгуете рынок акций, там очень много рынков, да, очень много тикеров, и успеть и понять, где сейчас идеальное место для разворота вручную практически невозможно. Так, евроканадец. Тоже вчера маячил на радарах евроканадец. Здесь сейчас нет ничего. NASDAQ. В финале NASDAQ. Причем и NASDAQ, и Dow Jones вчера себя настолько круто проявили, здесь тоже были сигналы, но я по NASDAQ не входил. Вот здесь. Экстрим. Экстрим. Уровень есть, уровень нет. Сделка есть, сделки нет. Все. И вот как вы с помощью вот этой системы, да, можете ответить на вопрос твоя ситуация, не твоя входить или нет, убрать лишние внутренние противоречия, колебания касаемо того, что все ли мои условия совпали, потому что всего лишь у тебя три критерия. Тебе не надо обрабатывать тон информации. Вся информация, она настолько сложена вот эти, в эти три шага, что одним взглядом ты сразу охватываешь несколько таймфреймов, во-первых, понимаешь, что на них происходит, и фокусируешься на ситуации, которая с очень высокой вероятностью тебе будет приносить приносить профиты на любом периоде и любом таймфрейме. В общем, если интересно, я оставляю ссылку под этим видео, остается буквально два дня до того, как вы можете подключиться, скажем так, на лучших условиях, ну и увидимся с вами уже на онлайн занятиях, я буду с вами в личном, скажем так, кабинете, хотел сказать, буду с вами в группе работать, будем разбирать ваши сделки, то есть формат какой, смотрите, вот вы подключились к программе, да, я добавляю вас, вот как программа начнется с 5 сентября, добавляю вас в чат, в группу, я буду там с вами, вы начинаете торговать по правилам, то есть я даю вам методичку, все правила торговли, вы спокойно торгуете в свое время, там, я не знаю, утром с 10 до 12, или в американскую сессию, там, я не знаю, с 15 до 18, или на часовых графиках, вообще не важно, то есть здесь вы можете не бояться совершить ошибку, или не бояться, скажем так, привыкнуть действовать неправильно, или что-то непонятнее так, то есть вы спокойно торгуете как по правилам, и вот зашли в сделку, какой-то вопрос возник, ситуация, хотите уточнить, скриншот в чат, вопрос пишите в чат, я вижу это, отвечаю вам либо аудио, то есть голосовой, прям набираю голосом, говорю, так, так, смотрите сюда, здесь должно быть это, здесь должно быть то, объясняю, как вам лучше поступить, и вот так, в реальном времени вы тренируетесь, в реальном времени, вот прям здесь и сейчас, вы понимаете, насколько это круто, не так, что ты сел, там один закрылся, на себя там, на своем экранчике смотришь, что-то там, ничего не пойму, брать, не брать, сейчас вот, то есть даже, если тебе непонятно, такой хоп, написал, сразу получил обратную связь, причем этот формат ранее никогда не было, и сейчас вот появилась у трейдеров возможность, уже закрываем потихоньку набор, поэтому, если вы заинтересованы, вы чувствуете, что вам нужны профессиональные знания, которые помогут вам выйти на новый, качественный, прибыльный уровень, то подключайтесь, ссылка в описании под этим видео, ну и увидимся, конечно, в новых обзорах, тренингах, надеюсь, что вместе, потому что я с вами тоже там буду торговать, присылать вам свои сделки, буду показывать, какие сделки идеальные, самые крутые, самые прибыльные, от каких лучше держаться подальше, даже если это сигнал на сканере сделок, все, пока, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,